еду я еду и тут бах тебе блять мусор прикиньте сучу учу ребята блин ради эксперимента вот сегодня просто-напросто ну чё там 20 градусов холода вытащил фильтр недолго думаем и скажу ништяк прям вообще огонь вот даже куртку одел свою осеннюю потому что в зимние вообще никак невыносимо никак невыносимо можно так сказать жарящий стоит вообще полный ураган но как видите налета нигде нет какой пыли нет вот конечно надо она попадает вентилятор засирается но я думаю в принципе то какая сейчас пыль были то сейчас нет в принципе никакой зима снег смотрите какой снег просто просто черный снег вот это вот город ребята у меня в поселке снег к снежку беленький ну ладно за такой вечерний влога декабрь по поводу фильтра пытался я почитать ваши комментарии кто-то пишет там колготки какие-то бабские натянуть кто-то пишет гамаши одни вот ну все это конечно бред сивой кобылы по одной простой причине там все идет гармошкой гармошка собирает пыль и откладывают ее в этих ячейках так что все варианты так сказать с колготками чулками носками не прокатит вот хотя в принципе в принципе вот был бы какой-нибудь зимний вариант я не знаю может быть в принципе есть какой-нибудь зимний фильтр ну думаю что это бред сивой кобылы вот пропускная пропускная система не даст именно как сказать то есть не даст гонять воздух как гоняется он сейчас сейчас у меня я вам скажу ноги просто вспотели я одел кроссовки я одел курточку . заебись вот и летнюю шапочку и чувствую себя прям вообще нормал машина кстати прогревается буквально вот что вот как вот болен вот надо было ему прям здесь сломаться ну ладно вот машина нагревается приблизительно без фильтра вот это тут огроменный салон вот это вот все вот это все нагревается за 10 минут вот а с фильтром машина нагревается приблизительно где-то 15 а то и 20 это при учете что на улице где-то с утреца минус 25 минус 27 машина по-прежнему с пульта заводится в такие морозьяки спокойненько с первого раза вот я помню в 30 градусов мороза 30-35 по ощущениям там почти под 40 было повышенная влажность была и заводился он со второго раза это учитывая что я пользуюсь всегда одним маслом 5 в 40 вот 5 в 30 5 по 40 вот мобил офигенное масло вот если кто-то на северах живет где прям холод холод прям советую проверено кто-то льет 545 40 все-таки вязкость не то а вот тяжелее и сейчас подходит такой момент что нужно будет менять все жидкости полностью а я убей не помню какие жидкости я заливал и сижу сейчас думаю блин ладно жидкости жидкостью а что я туда заливал а надо ли это промывать вот чё скажете я просто заехал поменял и у меня была сервисная книжка сервисную книжку я просрал как просрал выкинул что-то прибирался видать с какими-то бумагами зашвырнул и куда-то сейчас вот держу целый пакет все что я покупал все что я ремонтировал то есть что и где и зачем и как называется вот потому что все детали все масла которые я сейчас данный момент вот на канале меняю делаю я вот все бумажки складываю сюда потому что дофига кто в группе спрашивают там чуть ему он поставил чуть ему он заменил я вам скажу что я готов к ответу потому что у меня целый пакет документов вот а сейчас просто-напросто встал вопрос менять жидкости масло менял недавно сами знаете в коробке я тоже масло поменял и сейчас нужно остальные жидкости менять пришло время я нихрена не помню так что давайте пишите в комментариях кто чем менял кто что ставил какая стоимость вот и надо ли промывать мне вот этот вопрос очень интересен по поводу промывки допустим тот же бур просто слить жидкость новую залить или нужно промывать я вообще по поводу промывки я вам скажу так что я никогда не промывал двигатель все вот эти заливочные дела ни разу этого не делал потому что каждая промывка но вы представляете да допустим в тот же двигатель взять залить промывку представляете сколько она говна там намоет и все равно она не смоется это говнище она отслоится потом попадет даже вот некоторые моменты были когда заливают промывку в двигатель движок потом коптит как с добрым утром то есть западают кольца и все и движку пиндец я вообще не знаю промывки для чего они существуют я знаю что было промывочное масло я заливал себе но на промывочном масле я проездил где-то недели две потом слил еще раз залил еще раз проездил две недели вот и потом уже залил обычное масло придурки малолетние носятся дрифты вот такие дела у меня были но это было на honda на honda hrv но она у меня не коптила вот эти вот пятиминутки которые заливают я все-таки считаю что это какой-то наипалово что ли лишь бы втюхать лишь бы продать вот эти вот присадки присыпки все все это фуфло если менять то менять вот поэтому я у вас и решил закатать ролик спросить у пачанов чё там и как делается хреном узнать чё залью в курсе хреном узнать чё там и как вот поэтому такие дела чё-то нихрена не не по-новогоднему кстати чё-то как-то грустно все но это то и так сам по себе блестит а так хреном узнает раньше как-то в детстве все как-то поинтереснее было все-таки какие-то елочки морозы дед морозы ох ты боже мой белка что стриме то прикольно заходите кстати на стрим сейчас сейчас вам показываю стрим белка сидит стриме вот такие дела давайте гол вот он канал на белки лайф стримы там кстати проходят практически каждый день ну вот все короче пацаны такой маленький вложек так что давайте отпишите в комментарии кто чё менял и вообще стоит ли промывать давайте все и а и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok